так продолжаем не хотя я сказал что мы с вами будем рисовать но я имел ввиду вот именно вот здесь есть специальные векторные иконочки такие которые мы и воспользуемся сейчас найдем с вами вот допустил вот эту снежинку сказать что она прямо очень было но давайте посмотрим еще какой-нибудь вот это может быть это уже получит чуть-чуть так это вот тогда мы сделаем следующее мы сделаем на слой вот ну снежинку так но на середине немножко грубовато да поэтому сейчас ее улучшим возьмем инструмент многоугольник зажмем вот так вот теперь мы его выделяем и с помощью delete удаляем более-менее будет так давайте мы это тогда тоже еще немножечко улучшим но в плане посмотрим можно ли тут еще что-то добавить более симпатичное что у нас есть так вот кружочек бы какой-нибудь было бы неплохо есть посмотрим слой тоже белая ну давайте поставил вот и этот кружок раздвинем по всем ну а на концах здесь сделать просто белый пыль . еще один белый кружочки а еще лучики сделать как бы более насыщенно сделать она такая простенькая совсем но я сделаю сейчас более насыщенной так развернем подведем сюда так она будет гораздо лучше и тоже постараемся ее раздвинуть по всем ну и в концовке еще можно сделать просто кружок просто кружок поставьте вот сюда примерно или воспользоваться опять же этим кружком где он вот только поменьше я зажимаю shift и пробил туда и держу кнопку левую мышь и тогда я могу двигать тут все совсем не нравится что-нибудь может быть другое может быть вот так да ну и теперь вот эти два вот эти мы их размножим везде вот здесь чтобы было красяше вот в итоге мы получили тут эти элементы вставляя мы получили такую ажурную форму и теперь не воспользуемся для того чтобы сначала соединим все слои вот так опа соединили ну видать что-то зацепили так вот все нормально ну теперь уменьшим немножко сюда поставим сюда меньше сюда меньше в общем тут уже на вкус по вкусу ну вот так да вот так сделали хорошо с этим слоем мы еще можем немножко поиграться сказал что у нас фильтр фильтр размытия размытия и скажем так размытие движения посмотрим как нам лучше смещение сделать ну вот так чтобы это не было прям а вот именно такие были ленточки как бы вот так все хорошо может быть их еще немножечко добавить вместе совместить собрать на одну так будет интереснее мне кажется ну и я думаю что с фоном мы в принципе и закончили сейчас я посмотрю нужно ли нам чуть темнее его сделать может быть чуть-чуть чуть вот так так и мы с вами имеем довольно таки неплохой такой разноцветный зимний фон в следующем видео мы уже с вами тогда поставим здесь какие-нибудь коробочки шарочки нацепим компак и напишем надписи тем самым открытка наша будет готова ну вот так хорошо